Третья серия, в которой кордон уже почти готов. Я пытаюсь зачистить неудачно нанесенный клей ПВА. Здесь почему-то трава не приклеивалась. А вот это дерево, это ива. Сейчас приклею. Три ивы стоят у болотистой лужи, а дальше видна аномалия большая жарка. Вот эта лужа, вон она там жарко. А это АТП, автотракторное предприятие Кооператив Локомотив в процессе создания. Вот это будут ворота. Не похожие на те, что в игре, зато дома готовы и похожи. Здание с разрушенным вторым этажом, к нему приставлена лестница. Это гараж, вот грузовик с ящиком в кузове, все как в игре. В гараже стоит пока не состаренный, не обработанный трактор. Вот тут каменный забор. Готов к монтажу. В другом гараже, сейчас покажу, свалены разные шины из обчасти. Заглянем здание. Крыша снимается, внутри грязно, в середине будет костер. Вот панорама АТП. Я начинаю заниматься кирпичным забором. Начнем слева. Вот тут. Указываю фломастером, где забор будет приклеен. И обвожу другим фломастером в зеленом периметру установки гаража. Сделаю это, чтобы пока убрать все эти здания, чтобы знать, где они находятся. А вот у нас два помещения. Одно, другое. На них будет установлена крыша въезда. Я засыпаю песковую территорию. Это будет гравий и земля. Травы тут практически нет. Вот так это выглядит. Покрашен. Я аккуратно приклеиваю здания на их места. Вот гараж. Так, установлен. А это полуразрушенный дом, где стрелок спасает сталкера Шустрого. У него флешка. Теперь ворота. Раз. И два. Едем дальше. Это гараж. Вот его место. Аккуратно. Приклеиваю крышу. Крыша на ворот получилась неверной формы, но очень атмосферная, ржавая, грязная, поврежденная, с дырой вот. Далее сначала клеим ПВА, а затем песком я буду маскировать некрасивую щель. Щель соединения поверхности почвы и фундамента гаража. Вот нужно много клеить. И засыпаю. Вот работа с забором. С забором работы было много. Здесь все в ускорении 200%. Я приклеиваю стены, столбы на тот же клей ПВА. Вот они установлены. Теперь угол стены. Стена вообще получилась очень похожей на реальную из игры. Старая, почерневшая такая от времени, от осадков. Вот столб. Порядок здесь все установлено. Теперь работаем с другой стороны. Столбы и стены. А ТП вообще получился локационной точкой для игры отличный. Здесь можно прятаться в зданиях. Нужно много препятствий. Оборонять эту точку удобно. Устанавливаю. И еще одна стена. Не падать. Вот последняя часть. Законченный внутренний вид гаража. Сейчас я приклею колеса. Вот лежат шины от трактора и большого грузовика. Вот здесь. А вокруг полуразрушенного здания будут валяться доски. А еще кирпичи и разный мусор. И я их буду приклеивать. Мусор, кстати, изображает древесные опилки в банке. Точно наношу клей ПВА. Он удобен тем, что становится абсолютно прозрачным. Я располагаю предметы, кирпичи и доски, о которых сказал. Потом их надо будет подкрасть. Ну и, конечно, насыпаю на мусор. Мусор по периметру. Вот получается, как скоро высохнет. Я нанесу краску. Вот теперь все выкрашено и выглядит как надо. Разрушенный дом, окна забиты досками, железами, фанерой. В гаражах тоже мусор. Вот грязь, разлетый по полу мазут. АТП почти готов. Не хватает только автомобилей. Пока я займусь дорогой от шоссе к АТП. Сначала клей ПВА толстым-толстым слоем. Аккуратно наносится. Так, вот тут надо чуть-чуть убрать. Затем я засыпаю все гравию, то есть грубым туском с мелкими-мелкими камешками. А теперь время заняться травой возле построенного АТП. Я ранее сказал, что трава во дворе не растет. Но немного все-таки травы там имеется. И я наношу клей, особенно аккуратно в углах и возле забора. Клея тут нужно много. На один лист террейна уходит более 1 литра клея ПВА. А вот ведро с травой, травы много. Тоже очень много. Сейчас она слежалась, надо немного взбить ее траву. И вот так вот горстью нанести слоем на клеевую основу. Особенно внимательно с углами и между зданиями, чтобы не было пустых мест. Много-много травы. Какая-то ненужная вещь. И здесь. И вроде бы у нас все получилось. Песок. На дороге приклеился. Я стою еще жесткой металлической щетки. Счищаю они лишние. А это автобусная остановка на шоссе. Вы ее помните. Она между АТП и элеватором. У нас она не такая грубая, как в игре. Более ажурная. Надо ее приклеить на клей ПВА. Вот так. И строительный вагончик тоже надо приклеить. Его надо аккуратно установить недалеко от входа в тоннель. Вот в эту точку. И возле него положить стройматериал. Стопку бетонных плит. Трава уже уложена на лист Тирейна. Видна строительная бытовка, тонусная остановка. Надо будет встряхнуть лишнее. Это основное здание возле элеватора. Оно самое большое на Тирейне. Его надо установить недалеко от аномалии. Большая жарка. Вот место установки. Оно не окрашено. Приклеиваем его аккуратно. У здания дополнительно сделан пол из плотной бумаги с рельефным рисунком плитки. Я его попозже еще раз покажу. И я прижимаю этот пол с помощью металлических обрезков. Вот они. Еще сверху напольную плитку для веса буду класть. Почему? Бумажный пол, приклеенный на клей ПВА, может очень некрасиво пойти пузырями, вздуться. Это я изображаю мусор на полу двух домов. Они будут стоять отдельным хутором недалеко от дороги. Там стрелок спасет лис от слепых псов. Это ферма. Состоит она из двух зданий. В аддоне чистое небо. Там, как вы помните, лагерь-одиночек. Я чуть наношу аэрозольные краски. Черную, серую. Добавляю эффект старости и грязи на стенах. Теперь те же цвета брызгаю на крышу. Иначе крыша выглядит слишком новой и нарядной. Эти здания все-таки простояли, ветшая около 30 лет под кислотными дождями и выбросами. Вот часть ворот и цепь с замком. Это уже полностью доделанное здание возле элеватора. Внутри вот на полу лежат палеты, ящик. Далее большая жарка. С ней еще надо поработать. Тропинка ведет от аномалии к бункеру торговцев. Вход с синими дверями. Далее тоннель и грязная асфальтовая дорога. А вот остановка. Возле АТП трава не такая густая. Обратите внимание, тут будет лес, как в оригинальной игре. Грунтовка ведет во двор АТП. Внутри еще не до конца убрана лишняя трава. В середине большого здания, как я и говорил, будет костер. Вот место для него. Вот оно, да. Тропинка ведет от АТП к тоннелю. По кордону вообще часто ходят туда-сюда, поэтому здесь есть тропинки. Тоннель и перспективы дороги. Возле нее стоит строительная бутовка. Внутри в тоннеле набросан мусор. Вот он. Посмотрите. Вот три листа террена, средняя часть кордона сверху. Одно из самых аутентичных зданий у нас это элеватор. И я приклеиваю его. Он внешне мало отличим от строения в игре. Находится близко к разрушенному мосту. Вот здесь. Аккуратно установлено. Я приклеиваю первое здание фермы из двух. Пора заниматься поверхностью. Здание встало. Сначала клей ПВА, а затем будет трава. Вот на плоскости я работаю широкой кистью в 50 мм. Вот она. А для нанесения ПВА возле фундамента я возьму тонкую кисть. Работа долгая. В видео все ускорено в разы. И надо работать быстро, чтобы клей не успевал высохнуть. В основном мы это делаем вдвоем, но сейчас один из нас снимает. Итак, мы насыпаем траву. Как ни странно, травы уходят очень мало. Мы собираем процентов 80 травы обратно. Когда стряхиваем не приклеившуюся к поверхности террена траву. Стряхиваем на большой лист полиэтилена и вот она снова готова. Последняя дальняя часть локации. Переход на сворку. Установленные, но пока не приклеенные, корпуса фермы. Поливальная машина в торце. Вот она. Здесь будет база сталкеров. Стол для торговца и его ящики уже готовы. Приклеиваем ферму. Клей нанесен. И здание аккуратно по краю листа. Установлено. Вот здесь, да. Это лист с хорошо видимым ландшафтом. Повышение уровня, низина. Здесь будет установлен крест на могиле неизвестного сталкера. И тут же будет хутор. Мы используем два кирпичных дома. Один из них по игре полуразрушен. Рядом планируется набросать обвалившиеся кирпичи, доски, прочий мусор. Но все-таки дом разрушен. Далее я приклеиваю бетонный забор. Окружающий северный блокпост военных. Забор приклеивается плохо. Все время обваливается. На углу будет видно, что это забор старый, растрескавшийся. Забор приклеен. Внутри установлена вышка. Ржавый БТР-60. Стоит в бочке из-под ГСМ. В домике и во дворе разные ящики. А перед шлагбаумом, конечно, камаз. В игре он тентованный, а у нас с открытым кузовом. Итак, предварительный взгляд на три последних листа. И пора заниматься травой. Грузовик смерти, откуда выпал стрелок, лежит посередине между северным блокпостом и хутором. А рядом камни. Там собаки жить будут. Начали заниматься травой. Вот предварительные результаты. Низина будет обработана немного позже. А это паровоз. Правда, в игре тут тепловоз. Пришлось заменить. Но не было соответствующего масштаба. А рядом вагоны. Это поезд. Сейчас в процесс состаривания получения коррозии. На поезд наносится пыль, грязь, подтеки, ржавчина. Ржавый паровоз выглядит довольно живописно. И я даже не пожалел, что выбрал его. Вот он. Железнодорожные пути готовы. Обрыв вот он на месте провалившегося моста. Все как в игре. И вагоны готовы. Их осталось установить. Паровоз уже на своем месте. Сначала я сюда подбрызну коричневого спрея. А потом приклеил паровоз. А вагоны приклеиваются на рельсы. Масштаб поезда 1 к 64. Это не очень заметно. Но здорово сэкономило нам пространство на Тирене. Вагоны масштабы 1 к 43 или к 48 выглядели бы очень огромными. И еще проблема. Их вообще нет в продаже. А обычный масштаб железных дорог это вообще 1 к 87. И нам ну совершенно не подошло. Вагонов у нас 3. Все выглядят довольно потрепанными. Теперь грязь. Я наношу эту массу. Она высохнет и будет похожа на глину и почву. Грязи надо много. Это от цитаделя такая оригинальная краска. Необходимо замаскировать стыки приклеенной дороги и основание здания. Грязь помогает сделать естественный переход от песка к траве. Кордон почти готов. Надо немного затемнить траву. Она очень яркая. Я наношу коричневую краску. Вот такими пятнами. Здесь и возле грузовика смерти. Вот наш кордон в начале возле южного блокпоста. Трава уже тусклая, жухлая. Автомобили кордона. Все уже готовы. Это микроавтобусы РАФ и УАЗик. Грузовик смерти. ГАЗ. Красавчик. Трактор МТЗ. Поливальная машина на базе газа. Старый ЗИЛ. Армейский КРАЗ. ГУСИЧНЫЙ ТРАКТОР ДТ. Далее. КАМАЗ. МАЗ. И ГАЗ ШИШИГА. Автобус КАВС. Вот он. Милитейский Жигуль Копейка. Москвич. Военный УАЗик. Козел. Армейский Лэндровер. Моделька продавалась с миниатюрами военных. Жалко было не воспользоваться и стоит теперь она на южном месте БТМ. Приклеиваем эти машины. Ровер на блокпосту. Вот так аккуратно установлен. КРАЗ упрется в столб возле деревни. Столб пока отсутствует. Рядом на въезде автобус. РАФИК. РАФИК в здании возле элеватора. А в Адрея там другая машина. Ну у нас так. И поливалка. Поливалка на своем месте между корпусами фермы. Следующая, последняя, четвертая серия нашего фильма почти готова. Только что до редактирования руки еще не дошли. В ней мы покажем окончание работы над кордоном. Играйте в сталкеры. Читайте, слушайте мою книгу «Ключевой прорыв». Она бесплатна для любителей этой нашей вселенной. Ссылка на ютюбе будет внизу. Ну и вот я, ваш артизан Мороз, снова прощаюсь с вами. Играйте наконец-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok